Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас бьюти-разговор о том, как стать лучшей версией себя. Давайте сразу договоримся, что название у нас с вами очень условное. Это вторая часть. Не забудьте пересмотреть первую, там много всего полезного. И давайте начнем. И я расскажу о своих каких-то бьюти-ошибках, поделюсь какими-то советами, которые однозначно пригодятся многим из вас. Первое непопулярное, что мне хотелось бы озвучить, это ухоженность в меру. Мы с вами живем в эру доступной косметологии, разных бьюти-процедур. Я сама ими пользуюсь. Но многие, как мне кажется, не видят вот этой меры. И каждый раз, когда я вижу девушку с очень большими нарощенными волосами, с ресницами 5D, с длинными ногтями, со стразами, тут и губы, и скулы, и здесь что-то подправлено. И если вам такое нравится, вы себя так видите, пожалуйста, делайте с собой, что хотите. Я могу сказать только мнение со своей стороны. Для меня это уже переступание какой-то грани чрезмерности. И такую девушку хочется немножечко как бы раздеть вот этого всего и рассмотреть ее настоящую. Конечно, если вы хотели бы там что-то изменить в своей внешности, делайте это, но знайте меру. Это всегда подчеркнет вашу индивидуальность. Пусть где-то скрасит какие-то недостатки, сгладит их, скроет. Но оставайтесь с собой и, пожалуйста, не переусердствуйте. Дальше давайте поговорим о ресницах. Я как человек, у которого от природы длинные ресницы, не хотела бы хейтить тех, кто делает наращивание. Но когда на глазах очень большая щетка 3D, 4D, 5D, вот такая, знаете, устаревшая, это не выглядит красиво. Это как будто вообще закрывает вашу естественную красоту. И сейчас существуют такие современные техники наращивания, естественные, которые выглядят настолько аккуратно. Они могут немножко скорректировать ваш взгляд или просто придать вашей внешности выразительность. И я иногда даже подумываю о том, чтобы и себе сделать, так как у меня бывают периоды, особенно после стресса, мои реснички любят выпадать вместе с волосами. Вот такая особенность. У меня это было несколько раз в жизни, и после таких периодов я иногда пользуюсь сыворотками для ресниц. Могу порекомендовать вам две. Одна из них это X-Lash. Она у меня в такой упаковке. Это версия Pro, но здесь просто-напросто больше объем. Она не гормональная. От нее реснички очень густые, длинные. И они как будто, знаете, такие блестящие, эластичные. И они даже чуть-чуть темнее. Когда вы пользуетесь ею, то вы буквально через 2-3 недели начинаете замечать первые результаты. Но через месяц у меня уже были настолько роскошные ресницы, словами не передать. Потом ты перестаешь ее пользоваться, реснички выпадают и отрастают твои, как сейчас у меня. А вторая сыворотка это Rapid Lash. Я покупала ее на iHerb. И здесь такое вещество, которое раньше использовалось для лечения чего-то там в офтальмологии. И оно безопасно. Оно разрешено и в сыворотках, и в тушах, которые улучшают качество ресниц. И побочным действием было как раз то, что ресницы становятся как крылья бабочки. Я пользовалась этой сывороткой, сейчас она у меня закончилась. Пока что я не планирую ее повторять. У меня на данный момент отрастают мои родные реснички. И тоже все в порядке. Следующее, на чем, признаться честно, я раньше достаточно часто прокалывалась. Это уместность того, как я где-то одета. И вообще мода сама по себе изменилась. Она стала более удобной и комфортной. Это очень здорово. Сейчас можно выбрать действительно удобный наряд для путешествий, для каких-то мероприятий. Не обязательно надевать каблук. Но 15 лет тому назад, я никогда это не забуду, мы с Томиком поехали в Хорватию. Это мой муж. И я тогда набрала с собой каблуков, мини-юбок. Я, во-первых, чуть не убилась в этой поездке. Во-вторых, я выглядела настолько нелепо. Конечно, иногда происходит что-то спонтанное. Ты оказываешься в месте, в которое ты не планировал идти. Сейчас я больше стараюсь продумывать то, насколько в тему будет мой наряд. И насколько удобно мне будет в нем. Потому что, когда ваши джинсы слишком вас передавливают. Или платье слишком обтягивает. Или вы знаете, что декольте может выпадать и вам будет некомфортно. Вы не будете создавать ощущение вот этой красивой, ухоженной женщины роскошной. Вы будете вести себя зажато. Вы будете не уверены в том, как вы себя несете. Это вообще другая энергия, которую мы излучаем. Или еще один пример из прошлого. Зима очень холодно. Все там как-то укутываются, чтобы, не дай бог, не простыть. А я в джинсах с заниженной талией. Да, с курткой покороче и потоньше, чтобы она не придавала мне объем. И, конечно же, каблуки. Кто думает о том, что можно подскользнуться? И я только сейчас понимаю, что на меня смотрели не потому, что я такая красотка, модно одетая. А на меня смотрели как на странную девушку, которая себя не бережет. И я, наверное, вызывала только недоумение и жалость. И сейчас, даже когда мы едем в какую-то поездку, я могу одеться так, что я выгляжу красиво, стильно. Но при этом соответствую тем условиям, в которых я оказалась мне удобной. Я могу гулять так целый день. И при этом даже сама кайфовать от того, как я выгляжу в этот день. Это не обязательно чисто шорты, чисто футболка, потому что лично я люблю моду, стиль, все, что с этим связано. Но это не всегда про каблуки и про неудобное платье или любой элемент гардероба. Теперь давайте поговорим об уходе. И речь пойдет об акне и вообще проблемной коже. У меня была легкая степень акне и периодические высыпания на фоне стресса или перед критическими днями. И я не считаю, что те, у кого проблемная кожа или у кого есть пигментация, это неухоженные девушки или молодые люди. Порой, вот даже судя по себе, я знаю, сколько времени, сил и денег я тратила на то, чтобы избавиться от этих высыпаний, которые действительно и портили настроение и понижали самооценку. И ты понимаешь, что ты уже находишься в тупике. То есть я перепробовала очень много средств, которые были доступны на рынке. Я сама собственными силами уже нашла то, что улучшило состояние моей кожи. Это был адапален. Но я понимала, что мне не удается добиться результата, знаете, чистой кожи без каких-то несовершенств. И еще один момент, это поиск специалиста, который не просто, знаете, как-то залечит это все, а который найдет корень проблемы, поможет его как-то устранить, и вы будете радоваться чистой, здоровой кожи. Не только на лице, но и на шее, на декольте, вообще на любом участке тела. Я не сразу нашла дерматолога, который направил меня на пучу анализов. И да, в моем случае это был кортизол, не гормоны, какие-то женские, мужские. Это не связано со щитовидкой, а это чисто стресс, недосыпание, очень много нервов и так далее. Но в любом случае это нужно было решать уже теми методами, теми компонентами, которые доступны по рецепту и которые следует применять под надзором специалиста. В моем случае это был третинаин и антибиотик. Это была мать, я не хочу называть ее название. И когда я поняла, что высыпание есть не только на лице, я правда потратила несколько месяцев на поиск специалиста. Я ходила не к одному. Я послушно сдавала анализы в определенное время цикла. И в общем мне назначили мать, и результат не заставил себя ждать. Зачем я вообще это все вам говорю? Я считаю, что современная женщина должна самообразовываться в каждой области, особенно если это касается вашего здоровья и красоты в целом. Для того, чтобы вы могли задать доктору какие-то уточняющие вопросы, порой узнать о последствиях применения того или иного препарата. И даже попав к хорошему специалисту, в моем случае, который помог мне максимально быстро справиться с моей проблемой, мне пришлось применять мои собственные знания в области и здоровья, и ухода за собой, для того, чтобы как можно легче пройти этот период. И так как я самообразовываюсь в этой области, я знала, что мне необходимы церамиды. И тогда я открыла для себя бренд Cellimax, о котором я вам рассказывала. У них есть потрясающая линейка Dual Barrier с целым комплексом церамидов. Они направлены как раз на восстановление защитного барьера, на увлажнение кожи. И это универсальные средства, которые подходят для чувствительной кожи, если вы там перезагорали, если вы переусердствовали с кислотами. Вообще, защитный барьер это то, что мы должны всегда учитывать, особенно в какой-то межсезонье, после отпуска, когда используем кислоты, ретинолы и так далее. Потому что порой наше высыпание, покраснение связано не с тем, что средство с ретинолом или с кислотой плохое, а с тем, что мы недовосстановили кожу. И вот этот тоник, это вообще супер вещь на теплое время года и на холодное тоже, но это как жидкий крем, очень хорошо распределяется. И если вы хотели бы добавить крем, то можно взять тоже дуал барьер и кремушек. Вот это обязательно запишите себе на зиму, даже на осень. И если летом вы нуждаетесь в дополнительном восстановлении, если у вас есть шелушение после отдыха на морях или где-то там на озере, то это то, что очень быстро приведет вашу кожу в порядок. Сухая кожа очень часто выглядит старше, вот такой неухоженной. Но она просто просит вас, намажь меня чем-то, что поможет мне восстановиться. И когда я пришла к доктору, она сказала, ну вы молодец, чем вы пользуетесь? Я показала, она одобрила и спустя где-то полтора месяца активного использования своих лечебных препаратов мне уже снизили частоту использования вот этой лечебной мази. И сейчас пока что я могу потихоньку от всего этого отходить. Также тогда в свой уход я ввела линейку с Нони тоже от Селли Макс. У меня была сыворотка, крем и крем под глаза. Сейчас у меня есть несколько новинок. Это корейский бренд. Он такой, знаете, с одной стороны базовый, но также здесь есть какие-то очень безопасные, но при этом действенные ингредиенты. И здесь их много. Это растительные экстракты в большой концентрации, которые действительно оказывают очень хорошее действие на состояние нашего лица. Крем для лица и сыворотка – это моя безграничная любовь. Еще крем под глаза тоже я обновила. И вот эти средства имеют очень хорошую текстуру. Я с радостью могу посоветовать вам вообще бренд Селли Макс, присмотреться к нему, попробовать выбрать то, что будет подходить вам. И очень интересный факт – у них есть инстаграм-страница. Обязательно проходите к нему, посмотрите. Они разрабатывают свои средства и новые линейки совместно с потребителями, с теми, кто пользуется этой косметикой. И они проводят опросы. И вы можете прям сами наблюдать, как создается какое-то новое средство. Я очень жду их новый солнцезащитный крем. Экстракт нони обладает и антибактериальным действием, и восстанавливающим, и заживляющим. Помимо этого, мне как бы уже скоро будет 37 лет, через полгода. Мне нужно и антивозрастное действие, и помогает выравнивать тон лица неоцинамид, который здесь есть в составе. И у меня были максимально положительные впечатления от использования вот этой линейки с нони. Я взяла себе еще и тоник, и умывалку. Линейка с нони имеет натуральную отдушку, но даже когда у меня была супер чувствительная кожа, это не раздражало ее. Где это все купить, я вам рассказывала. Заказываю на Джуме, на Херби есть этот бренд. Также смотрите в больших интернет-магазинах международных. Помимо этого, в стационарных магазинах, но они очень быстро исчезают с полок. Не просто так. Не просто так. У них есть огромное количество международных наград. И это тот бренд, который активно развивается не только в Корее, но и глобально во всем мире. И это не просто базовый уход. Это что-то, что с умом выбирают покупатели и не просто так возвращаются ко всем этим чудесным баночкам, у которых есть еще и очень красивый дизайн. Дальше. Отеки. Это что-то, что появилось в моей жизни более активно, чем ранее, после 30. И тут уже не всегда имеет значение, ела я что-то солененькое на ночь или нет, выспалась я или нет. Ты просто просыпаешься и ты как бы не свежий, как огурчик. Что можно с этим делать? Во-первых, нужно понять, какая причина этих отеков. Если вы ели на ночь суши, то как бы все понятно. Если в вашем теле также есть определенные зажимы лимфооттока, то поверьте мне, что бы вы ни делали, отеки будут продолжаться. Конечно, я тоже грешу, конечно, я тоже могу поесть вечером тех же суши и утром потом. Я просто знаю, что с этим делать. Во-первых, обязательно нужно пошевелиться. Прогулка или как минимум, вот, становимся и делаем 100 таких мелких прыжков. Только при этом, если у вас большая грудь, то можно себя вот так вот придерживать и выполнить 100 прыжков. Это тоже улучшит наше состояние. К сожалению, я сейчас не могу показать вам, как я выполняю эти прыжки, потому что мне нельзя прыгать после травмы. Прыгать и бегать. Но когда мне хочется все же вернуть себе облик красивой, ухоженной женщины, в ход идет тяжелая артиллерия. Иногда я делаю то и другое. Прыжки или прогулка с собакой, например, и микротоки. Какой выберете вы? У меня есть два прибора. Это Foreo Bear и также New Face. Оба люблю, оба работают, но есть одно отличие. Foreo Bear вы подключаете к приложению, к телефону, и только так работает это устройство. И вы можете выполнять все по инструкции в самом приложении. Там показывают вам вот эти вот лимфодренажные линии. Сами выбираете программу или для овала лица, или для расслабления мышц, или от отеков в области глаз и так далее. А в New Face все немножечко проще, потому что вы нажимаете кнопку, включаете, но нужно самим знать, как этим пользоваться. Потому что лимфа это вам не просто так. И если неправильно сделать лимфодренажный массаж или в принципе массаж лица, то можно самой себе образовать застой лимфы и ухудшить свой внешний вид. Также можно сделать массаж при помощи скребка Гуаша. У меня вот такой из Алиэкспресс. И это тоже что-то, что помогает разогнать лимфу. В случае микротоков под эти приборы обязательно нужно наносить или гелевую сыворотку. У Foreo тоже продается. Или можно взять какой-то гелевый проводник. Например, у польского бренда Flosleg есть достаточно популярный гель, который тоже используют косметологи. Он такой очень нейтральный. Он и не навредит, и особо ничего хорошего не сделает в качестве самостоятельного использования. Но как проводник отменный он не слишком быстро впитывается. Что касается Гуаша, то лучше выбрать какое-то нежирное масло, которое я предпочитаю смывать после того, как сделаю массаж лица. Вы можете взять и роллер тоже. Классная вещь у The Body Shop есть такой роллер. Или мне свекровь дарила, я забыла, как называется бренд. Он гораздо дороже, но роллер Body Shop это тоже что-то, что хорошо помогает не просто подтянуть овал лица, но на это нужно время. Это нужно делать регулярно. Или же для того, чтобы поскорее избавиться от утреннего отека. Также мне кажется, что современная женщина, которая выглядит красиво и ухоженно, не перебарщивает с макияжем. Мне очень нравится этот тренд на минимальный макияж, пусть даже с корректировкой чего-то, что нас не устраивает. Это гиперпигментация, это какие-то там высыпания, постакны и так далее. Но это не too much. И между прочим, такой макияж еще и молодит. И если уж нам приходится в летнее время накраситься, как мне сегодня в 32 градуса, то нет ощущения вот этой маски. И это тоже не всплывает в наше декольте раньше времени. И в этом видео мне также хотелось бы призывать вас делать макияж, который хорошо подходит вам по контрастности. Есть девушки с контрастной внешностью, которым очень идет яркий макияж глаз и губ и всего сразу или по отдельности. Но для моего типажа это не всегда хорошо, потому что яркие глаза, вот такие темные-темные тени на вечер окей, днем это не совсем уместно. И это действительно делает меня на 5, а то и 10 лет старше. Как проверить свою контрастность? Мы делаем селфи в телефоне и переводим картинку в черно-белый формат. Но лично в моем случае, если сделать селфи без макияжа, то я вообще буду очень светлым серым пятном. Потому что у меня светлые глаза, светлые ресницы, светлые брови, волосы и кожа. Я очень невыразительная. Но если я делаю фотографию, когда у меня есть брови и ресницы, это уже совсем другое дело. А если накрашены губы, то это еще один вариант. Попробуйте, поиграйте. И это мне помогает не только в создании макияжа, но и также при выборе, например, одежды. Это очень интересная тема. Но, признаться честно, я и сама уже давно наблюдаю, что я гораздо больше нравлюсь себе с каким-то макияжем, который как минимум легче. То есть он может быть насыщенным и выразительным, но это не смотрится пошло на мне. Также хочется уделить немножко внимания нашей области под глазами. Дело в том, что тоже уходит вот эта эра плотных консилеров и корректоров, которые мало того, что могут заваливаться морщинки, так это еще и видно за километр. Это и сушивает область под глазами и так далее. И ко мне мои зрительницы часто обращаются с запросом, какой консилер мне выбрать для того, чтобы все это скрыть, замазать и так далее. Я поняла, что с годами я выбираю меньше покрытия и даже сейчас я могу себе позволить консилер с сиянием, несмотря на впадины под глазами. И что я делаю для того, чтобы любой консилер в принципе не скатывался у меня в этой области. Девочки 30+, у кого есть уже там какие-то складочки, на заметку. Сейчас я использую вообще разные консилеры, но у меня есть вот этот самый легкий или один из от Lancome. Он с сывороткой также, с увлажняющими свойствами и здесь легкое покрытие. Его можно наслоить, но я этого не делаю ни на каждый день, ни на праздник. Я наношу его в несколько областей, я об этом вам говорила. То есть вот чисто в уголок, немножко сюда. Я распределяю спонжем и потом, прежде чем я его зафиксирую прям влажный, я палочкой ватной убираю излишки консилера, которые хочешь не хочешь оседают в вот этих складочках, которые есть даже у младенцев. Чуть-чуть вот так прошлась без мицеллярки, с сухой ватной палочкой, очень аккуратно, не растягивая века. И только потом наношу пудру. Сейчас огромное количество действительно классных пудр под глаза или универсальных, это может быть моя любимая Sensai. И это не просто пудра, это пудра, которая как-то вот знаете, как фотошоп, она разглаживает. Я показывала вам много раз разницу, которую она создает визуально. И поверьте мне, что никто вас там под микроскопом не рассматривает, просвечиваются ваши синяки или нет. Очень часто это только в нашей голове, это наши комплексы и очень многое тоже зависит от света. Я могла бы сидеть не у окна, не использовать искусственное освещение. И тогда, конечно же, мои синяки больше будут просвечиваться. Но я сейчас выбираю натуральный макияж, комфортный, но при этом какое-то деликатное сглаживание и корректировку недостатков моей внешности. И потом берем пудру под глаза, если это на каждый день. У меня это пудра от Evelyn, на данный момент самая бюджетная. Набираю на пушистую кисть, стряхиваю и под глазки. У меня сегодня уже давно выполнен макияж. На улице неимоверная жара, но все держится. И, девочки, если вам этого недостаточно, вы любите прям так зафиксировать, так зафиксировать, чтобы все было идеально гладко, как на самых красивых селфи в инстаграме, можно купить пуховку. У меня это Ibra, но они есть на Алиэкспресс. Любые. Набираем пудру, небольшое количество, проходимся, вот так прям прижимая и стряхиваем излишки консилера. Я это делаю сразу, я не жду там полчаса. И тоже визуально это сгладит наши впадины, какие-то неровности под глазами. В течение всего дня, когда я фиксирую любой консилер, таким образом он никуда не девается и потом уже не катается в морщинки. Также хотелось бы вспомнить о важности использования SPF, но не только на лице, куда мы мажем его целый год. Но для тех, кто препятствует появлению пигментации или борется с ней, помните о том, что фокус защищаем лицо, ходим в шляпе и мажем SPF, а тело жарим, не проходит. Наша кожа помнит все. И даже когда у нас круглосуточно SPF на лице, но при этом мы загораем всем телом, пигментация может проявиться. Это очень коварная штука. И когда мы ходим на пляж или просто длительное время проводим на улице, то наносим защиту еще и на все открытые участки тела за 20, а то и 30 минут до выхода на солнце на улицу. И если у вас очень чувствительная кожа, если она склонна к покраснениям, если очень многие SPF вызывают у вас раздражение, покраснение, сжение, то я бы советовала обращать внимание на SPF с минеральными, то есть с физическими фильтрами. Я продолжаю использовать вот этот от Salimax Dual Barrier для чувствительной и сухой кожи. Он, кстати, отменно работает просто с вот этим тоником. То есть этого мне достаточно в дневном уходе. Но иногда я могу добавить какую-то сыворотку, но вообще сам по себе этот SPF очень хорошо увлажняет. Да, он белый, когда ты его наносишь, но этот эффект уходит спустя там 2 минуты и он тоже не катается. Это не тот старомодный белый фильтр для лица, который мы использовали там 100 лет тому назад. Это современная формула, которая приятно ощущается, которая дает нам дополнительное восстановление, потому что здесь есть и церамиды, и также не будет раздражать нашу кожу. Я его наношу и на шею, и на декольте. Уже несколько лет подряд, помимо использования SPF, на пляж я стараюсь носить шляпу. У меня есть моя любимая шляпа. Она стильная, она удобная, легкая, и она не парит. Сейчас огромное количество, на самом деле, любых шляп, кепок, чего угодно, головных уборов, которые не только защитят наше лицо от солнечного ожога и от воздействия ультрафиолета, но также, чтобы не получить солнечный удар. И моя шляпа из Алиэкспресса, она стоила, не знаю, пару долларов, и она служит мне верой и правдой. Каждый сезон, когда вы видите ее на фотографиях или в сторис, вы спрашиваете, откуда она, поэтому держите ссылку в инфобоксе. Давайте поговорим о пигментации. Это сложная тема. У меня она тоже есть, легкая, но все же. И мне сейчас тоже противопоказано использовать средства с витамином С, как оказалось, особенно с аскорбиновой кислотой, которая вызывает раздражение. И я нашла кое-что очень интересное. Я сейчас влюблена в такой формат. Это пэды. Они бывают разными. Это тоже Салимакс. У меня есть и отшелушивающие пэды для проблемной кожи Салимакс. Но мне хочется поработать над равномерным оттенком кожи еще больше. И с вот этой легкой пигментацией. Ее вывести настолько непросто. И это все еще и может усугубиться. Особенно в теплое время года. Пэды это вообще мега открытие для меня, потому что способов использования есть несколько. Вы можете взять пэд и протереть им все лицо в качестве тоника. Вы можете сделать буквально маску на все лицо из пэдов. Или же приклеить их на те участки, где хотелось бы что-то скорректировать при помощи ухода. И также небольшой лайфхак. Между прочим, эти пэды больше всего пропитаны эссенцией, чем любые другие. Если вам не хватает пэда на какой-то участок, вы его можете растянуть. Структура этого пэда позволяет это сделать. И приклеиваете куда вам нужно. У меня это, например, лоб. И оставляете на 3-5 минут. Почему я выбрала именно эти? Это вообще линейка. У меня еще есть сыворотка, которую я тоже ввела в свой уход. Я знаю, что у Салимакс настолько нежные средства, которые точно хуже не сделают. И я еще раз в этом убедилась. Эта линейка направлена именно на выравнивание тона, на борьбу с пигментацией, с постакне. И также компоненты, которые присутствуют в пэдах и в сыворотке, еще и отменно работают с порами. За счет наличия неацинамида, который их подсобирает и не делает такими рыхлыми. Что интересного здесь в составе? Здесь неацинамид, который тоже хорошо работает с проблемной кожей. И это что-то, что блокирует перемещение меланина. То есть того, что активно проявляется на нашей коже в виде пятен. Также здесь новая для меня тронексаминовая кислота в концентрации 3%. И она блокирует выработку меланина вот этого. Также здесь есть определенный комплекс милозеро в концентрации 1%, который расщепляет вот эти вот пятна. Я использую и пэды, и сыворотку. Пока что у меня приятное впечатление, потому что это не вызывает раздражений, новых прыщей. И потихоньку моя пигментация на лбу становится светлее. Я дальше вам расскажу, как будут обстоять дела, когда я полностью закончу всю сыворотку. Но что-то мне подсказывает, что это не последние баночки от Salimax. Я искренне люблю этот бренд, поэтому сегодня так более подробно об этом, обо всем рассказываю. Теперь давайте поговорим о фигуре. И тут я вынуждена признаться, что я сейчас недовольна качеством своего тела. И я очень-очень сильно хотела бы скинуть 2-3 килограмма. Тогда мне было бы максимально комфортно в своем теле. Но пока я не довела себя до того результата, который я где-то нарисовала себя в голове. Я себя не сжираю, каждый раз глядя в зеркало или не откладываю тот момент, когда я буду носить светлые брюки, шорты или надевать какую-то более облегающую юбку. В прошлом году я поставила себя на первое место. И я очень хотела бы, чтобы наши современные женщины всегда выбирали себя в первую очередь. То есть вы почувствуете эти изменения внутри, которые будут буквально подсвечивать вашу красоту, которая будет идти изнутри в первую очередь. И всегда кажется, что у меня нет времени, что-то другое важнее. Я сделала операцию, я зашила свой диастаз. И, конечно же, полгода мне нельзя было делать те нагрузки, которые приведут мою фигуру к хорошему результату. Но я дала себе время. Я не корю, не виню себя за то, что сейчас, возможно, даже хуже, чем перед операцией. Потому что где-то чуть-чуть вроде как давит что-то, где-то и бока появились. И я не просто думаю о том, что надо это сделать. Я себе составила чёткий план, которому я постепенно следую. И меня радует уже даже одна мысль, что я не бездействую. Не только слушаю что-то на эту тему, не только думаю об этом. А я потихонечку, маленькими шагами. Не у всех всё сразу получается, но я к этому иду. И я дала себе время на восстановление после операции. И даже несмотря на ограничения в занятиях, я всё равно регулярно ходила на тренировки. Пусть лёгкие, пусть это было только дыхание для того, чтобы активировать мышцы. Но я не откладывала это на потом. Также я уже могла заниматься кардио нагрузками. Но у меня случилась травма ноги. И вот главное, я поняла для меня, втянуться и вот эта регулярность. Да, пусть не такие нагрузки, которые мне хотелось бы. Но всё равно я потихоньку понимаю, что я что-то делаю. И само осознание того, что я не засунула себя в последний ящик, как это было раньше, даёт мне уже огромное количество мотивации и энергии. И я верю, что всё получится. И я также хотела бы вас вдохновить на то, чтобы более осознанно выбирать те занятия, которые будут вам по душе в радость и которые вам не нагредят. Порой мы ищем сами себе какие-то отговорки, но это на самом деле только исключительно наша лень. Я говорю на своём примере. И вот сейчас, когда я поставила себе цель, я понимаю, окей, мне нельзя делать привычные кардионагрузки, мне нельзя прыгать, мне нельзя бегать. Но также есть огромное количество тренировок, опять же, на YouTube, где можно делать кардио и без участия ноги, голеностопа, как в моём случае, опять же. Поэтому, девчонки, давайте вместе. Также я решила по вечерам, отказывая себе в удовольствии каких-то вкусностей, даже если на моей тарелке, там во время обеда, вот я снимаю в блоге, есть картошка фри, я её не ем. Я могу съесть 2-3 штучки и всё. Я более осознанно также подхожу к питанию. И я верю, что не только у меня, но и у вас тоже всё получится. Я тот человек, который не любит каждый день вообще наносить себе полностью макияж, но при этом мой внешний вид иногда оставляет желать лучшего. Ну, то есть, я не говорю о качестве кожи, но вот как-то хочется что-то немножко подчеркнуть для того, чтобы выглядеть свежее. И даже если я иду там на детское представление, на родительское собрание, я люблю нанести минимальный макияж, который не будет заметен, который сделает меня красивее. И очень приятно получать комплименты даже от подружек, когда я совсем чуть-чуть накрасилась. Ой, ты сегодня так красиво, свежо выглядишь. Что я использую? Увлажняющий лёгкий тон. Очень люблю вот этот лебеж в такие дни, как сегодня. Для меня это спасение. Это Шанель. И здесь очень маленькое количество пигмента. Он мало что перекрывает, но зато он и не ощущается, и даже не заметен на коже. Если хочется, я могу нанести чуть-чуть консилера под глаза и кремовые средства для бронзирования и для румянца свежего на лице. И сейчас на рынке так много кремовых средств, которые не нуждаются в дублировании сухих. Это и бронзеры, и скульпторы, и румяна. Но моим мастхэвом является свежий румянец. Очень люблю яркие румяна, которые я наношу в небольшом количестве. Они моментально освежают меня и придают какой-то радости и красок. Это ламель в оттенке 402 или поэзо. Вот такие яркие, губкая. Несмотря на то, что это стекло, я всё равно всегда вожу их с собой даже в поездку. Очень мне нравится эффект, который они дают. Что касается бронзеров, то тоже можете вообще выбрать, в принципе, всё, что хотите. Но сейчас я фанатею вот этого от Evelyn. Также мне нравится поэзо. Очень быстро с этим совсем работать. И вам не нужно быть визажистом и владеть какими-то техниками нанесения макияжа для того, чтобы быстро привести себя в порядок. А скульптор у меня от Fenty Beauty. Я как-то реже его использую. Он, пожалуй, самый жирный из всех, которые я сейчас показала. Это оттенок Amber. Но вот румяна обязательно. И ещё мне нравится, когда на моём лице есть брови. Я видела мало удачных татуажей бровей. И плюс мне нравятся деликатные брови. Гораздо светлее, чем делают в основном девочкам. Потому что у меня такая внешность, которая не всегда подходит даже цвет Тауп. И я очень боюсь, что я сделаю даже пудровые брови, но темнее, чем я крашу себе декоративными средствами. И моё последнее секретное оружие – это зажим для завивки ресниц. Ламинирование не для меня. Рассказывала много раз почему. Я просто завиваю ресницы, даже не прокрашиваю их тушью. И сразу взгляд такой открытый. Мои бесцветные, но при этом длинные ресницы тоже заметны. И это меняет очень многое. И с таким макияжем я уже чувствую себя максимально уверенной в себе. Красивой. Это выглядит ухоженно, очень аккуратно. И не занимает много времени. Буквально 5 минут. И я могу идти тогда же на праздник. Несколько слов о волосах. Конечно же, красивее всего и опрятнее всего выглядит свежая укладка. Но не всегда на неё есть время. А у меня вообще такая структура волос. Они тонкие. И плюс влажность в кракове. Это пиши пропало для любой укладки. И в тех ситуациях, когда у меня реально bad hair day, я предпочитаю связать аккуратно волосы. А не ходить растрёпанные. Это всегда более опрятно, как минимум. И также сделать шишку. Вы часто просите показать, как я на коротких волосах делаю гульку так высоко. Но, если честно, я не знаю, как это можно снять. Потому что я пыталась объяснять в старом ролике, как я это делаю. Я выполняю то же самое, но очень многие так и не поняли. Я могу оставить старое видео, то есть ссылку на него в инфобоксе. Сейчас просто для того, чтобы нижние пряди у меня не выпадали, вот эти коротенькие, я использую очень много шпилек, заколок. И это, собственно говоря, всё. Это всегда актуальная прическа. Она тоже выглядит аккуратно. И мало того, когда ты ещё такой сильно заспанный, то это помогает приподнять наши брови. То есть у нас такой натуральный лифтинг. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Вы получили какую-то новую информацию, возможно, мотивацию. Не забывайте поставить пальчик вверх. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.